всем здравствуйте всем прекрасного вечера сегодня у нас вот такая нежность техника nail cross но при помощи новой пластины для стемпинга и вот такой вот очень нежный вариант веточки сегодня мы с вами поработаем и разберем нюансы стемпинга когда мы используем лаки и когда мы используем краски гелевые вот заодно заодно мы с вами посмотрим как работать м-пастой то что импаста она применяется не только просто для какой-то рисовальной техники но и для такой вот декоративные видите такой эффект очень красивый получается это не объемный гель это просто м-паста лежит она здесь очень плоско сейчас я покажу как добиться вот такого результата что для этого вам понадобится еще раз хотела напомнить вам может прям сделать скриншот какая у нас красивая коллекция ожидается вот буквально на днях она будет у нас продажа эта коллекция у монинг плюсики кто видит уже распаковку этой коллекции потому что по идее должны загрузить эфир с раскопка распаковка это сервила не прямом эфире вот я этот эфир вела отдельно и мы сюда его просто готовым выгрузили поэтому поставьте плюсики кто здесь вконтакте уже видел обзор этой коллекции ага марина пишет а фанась по уже видела марин ты здесь видела вконтакте обзор этой коллекции что не проверила очень красиво обожаю наши коробочки просто в полном восторге ну вот девочки пишут что эфир с распаковкой soul full morning они уже видели вот рекомендую посмотреть я там делала выкраску этой коллекции мне пришла посылка да да этот эфир его загружали сюда отдельно я вывела не в прямом эфире а он в записи здесь очень красиво вот видите меня как этой весной летой захотелось вот такой светлой нежнятины уже сейчас будет девочки буквально я так думаю вот в течение этой недели будет уже старт продаж мы сейчас уже анонсируем активно я уже провела несколько эфиров это же не первый не первый эфир и вот сегодня мы с вами хотим попробовать что совместить получается новую коллекцию добавить туда краски новые для стемпинга и использовать новые пластины которые будут у нас тоже весной летом ну и плюс трафареты и плюс слайдер ну слайдер вы уже видели они уже стартовали это буквально вот-вот стартует и стемпинг краски и новые пластины они так я тоже думал где-то вот неделя две и тоже будет в продаже поэтому я и их уже начала активно использовать вот поэтому половина из этого чем я сейчас буду работать это каминуту один-две недели каминг-сун переводится ожидается это в ожидании и так что у нас стемпинг пастельники прям специально я делала такие колеры чтобы это классно дружила вот с этой коллекции чтобы мы могли когда дизайны делали чтобы оно все было органично видите пастельный цвет стемпинга сейчас мы с вами все это повторим какие номера получается номер семь пастельный розовый номер восемь бы такой пастельный персиковый у меня десна у меня тестовые образцы мне такие наклейки тут дурацкие потому что это тестер и когда улетала два месяца назад были только тестеры номер 9 номер 10 и номер 11 таких прекрасных 5 нежнейших оттенков специально хотелось вы именно пастели так что мы будем из этой коллекции использовать так мне очень хочется поработать наверное вот желтенький я возьму желтенький то у нас будет однотонный вариант а вот такой разноцветный давайте наверно сделаем 409 такой бирюзовый 411 лавандовый эти три оттенка возьмем все пастельненько все нежно девчонки про сухие масла сейчас не могу рассказать потому что мне их нету вот поэтому я обязательно этот запрос сейчас отправлю девочкам технологам потому что я здесь не одна эфиры виду и многие ведь я в основном дизайн стараюсь показывать а все что касается базовых продуктов те же масел попрошу девчонок сделать обзор ну либо уже вот я сейчас в россии буду послезавтра даже не самолет кстати завтра вечером я перепутала какие я завтра в аэропорт уже в 7 вечера выезжаю так это мне тут дочка просто пришла до золото серебро будет там просто уже серебро сделали получилось сделать серебро вот золото пока не получается у нас никак сделать чтобы мне нравилось пока мне ничего не нравится давайте один вариант мы сейчас делаем однотонный желтенький берем суши а второй вариант мы сделаем хаотичный масло по маслу я поняла сделаю распаковку масел откроем понюхаем с вами вместе они прикольные я просто помню тестов тестера я что же тестировала они очень классно впитываются они дают вот такого знаете жирности какой-то дают классические масла вероятно что клиентам испачкает одежду очень маленькую поэтому они получаются и работают как масло но при этом впитываются очень быстро очень легенькие масла а здесь мы с вами хаотично просто положим вот эти два цвета такой вот он полубирюзовый полумятный мне интересно сделать два цвета фоне и два цвета в цветах новой лампе не сохнут желтые коричневые оттенки уэми прошлые коллекции краски выкидывали тебе надо в директ прислать посмотреть потому что да это лампа не ццфл что ццфл сняли же с производства то конечно было вообще ворове глаз бешеная лампа ну сам производитель снял с производства нет комплектующую чтобы производить так так как мы с вами сейчас сначала делаем стемпинг поэтому что мы берем т-класс а предыдущие коллекции это какие предыдущие какой давности лет вот вера рязанова пишет что моим клиентам очень понравились новые масла очень крутые всем привет привет девочки присоединяйтесь у нас сегодня нежнятина сегодня у нас прям такая нежность не докрасила дурочки оставила суши и так стемпинг лаком и стемпинг м пастой на однотонном фоне мы с вами делаем стемпинг лаком какие у нас пластины вышли тут кто девчонки любят технику nail cruise кто любит технику акварель и часто покупает наши трафареты я вот спешу вас обрадовать дети типа дальше я работаю я спешу вас обрадовать у нас вышла вот такая пластина не знаю будет лимитирована или нет будем мы это поддерживать в ассортименте но у меня надежда на то что все из первой партии купят кому нужно и скорее всего мы до заказывать ее не будем мне просто очень хотелось чтобы у всех наших фанатов у девочек кто обучался последние 15 лет кто любит технику nail cruise кто любит технику трафаретной акварели кто любит делать жестовскую роспись лепку по трафаретам вот здесь я сделал такую подборку самых популярных элементов и для акварельной росписи и для лепки и для техники nail cruise ну и просто даже для заполнения им пасты вообще для вот этой техники трафаретной можно использовать до 9 техник это и литье работа с фольгой это бархатный песок это втирки пигментами глиттерами это джем теклер это им паста это им паста намешано жидким камнем когда получается 3d эффект это акварельная роспись это жестовская роспись это китайская роспись это лепка вот даже 10 техник ногти до ногтюрчики да катя с настой впающим днем рождения у меня дождем после вас 2 марта благодарю да мне завтра день рождения и у меня дорога я любитель летать на свой день рождения если пересмотреть мою жизнь за последние 20 лет большая часть дней рождения выпадала именно на дорогу я была все время в пути но это не просто так это видимо я подсознательно это делаю я не очень люблю праздновать день рождения жутко не люблю праздновать это от лени знаете если у меня мечта что не придут и скажут что катя приходила столько-то во столько-то 1 марта в такую-то точку я пришла а там сюрприз и там день рождения и все уже готовы вот такой день рождения хочу все остальные варианты не хочу я ленивая жопка не люблю организовывать ничего так второй вариант пластины давайте рассмотрим это такая нежнятина где ботаника тире флористика на это давайте рассмотрим что тут у нас с вами вот такая красота тоже выбрали сюда самые популярные варианты которые были у нас использованы за последние несколько лет и встречались что-то в шермиконах что-то в слайдерах вот обратите внимание здесь очень много отдельных цветочков очень много насекомых веточек и есть вот такие три варианта паттерна я считаю что вот эта пластина очень удачно прям вот обязательно девчули прекрасно обратите внимание пчелки кто по ним скучал помните не были в шермиконах и мы с джеймс и клер делали объем стиле дольче габбана так это вторая новинка и третья новинка в пластинах но это конечно же мы обязательно учитываем мастеров маникюра кто любит панк-рок гранж такую больше неформальную тематику вот эта пластина для вас давайте посмотрим что здесь здесь также есть паттерны и есть варианты паттерны и отдельные варианты пишите к стены купите купите все три или у вас какая-то тут есть одна только любовь они все пластина это у нас каминг-сун я так думаю и недель и начнем отгружать вообще в ростове они точно уже есть на складе вот и к ним мы выпустили краски лаковые так ну давайте начнем с этой пластины я здесь делала вот этот паттерн вот эти цветочки полу ромашки и полу герберы а мы давайте делаем здесь в контакте варианты вы как раз посмотрите давайте сделаем переход из двух цветов так предлагаю взять персиковый будет светловат и нормально персиковый да сейчас розовый посмотрим тоже нормально давайте персиковый розовый возьмем так я обещала нюансы проговаривать все при работе и так когда мы работаем с темпингом и лаком вас больше всего это триггерит потому что лак сохнет очень быстро и вас это жутко бесит первое время конечно же будет ощущение что не получается будет казаться что не получается просто нужно чуть-чуть ускориться что проверить нужно чтобы скрапер был чистенький вот у нас под правой рукой чтобы штампик был чистенький под правой рукой все проверили пластина чистая чистая эти открыты цвета открыто то бывает что в процессе начала делать видишь не открыто ничего так в руку сразу берем и прокатывающим движением помните прокатали и сняли прокатывающим движением так на розовый чуть-чуть конечно потерялся ведь я просто еще не все варианты просмотрела вот конкретно желтый розовый совпадают по тону поэтому давайте сейчас переделываем персик прикольно смотрится ну тогда что сделаем мы возьмем давайте пусть будет персиковый и лавандовый да вот хорошо сочетаться я специально сделала пастельные краски потому что коллекция пастельная вот да где-то будет попадание по тону но здесь нужно просто перепробовать все вот я сейчас пробую вместе с вами я еще не все пробовала вытирается все жидкостью для снятия лака на вытерли сейчас на вопросы я чуть чуть позже отвечу хорошо давайте я сделаю степпинг это вроде потом не должно потеряться опять прокатывающим движением сняли и прокатывающим движением нанесли вот хорошо так тут чуть-чуть утикули дырочка но я другим отпечатала варианты все сделали и сейчас мы его пока в сторону отставим у нас здесь слайдерах есть вот такие веточки мне очень понравилось получается на дальнем плане на матовом фоне делать так вот просто по центру вот такие листики сейчас мы вернемся к этому варианту и теперь сравним с эмпастой второй вариант для техники nail crust вам нужно взять эмпасту почему можно в принципе и лак было взять ну лак рыться слишком ярко если нам нужно какой-то серый цвет надо так и черный лак смешать либо взять черный лак а это слишком груда грубо будет вот поэтому я не беру в этом случае лак я беру в этом случае набор эмпасты тут у нас есть белый черный цвет это краска без липкости и эмпаста она в отличие от лака плотно не ложится она ложится полупрозрачная краска гелевая она для стемпинга была предназначена вот но мы очень будем использовать ее периодически в стемпинге если мне нужно сделать какой-то легкий полупрозрачный рисунок вот для техники nail crust полупрозрачный эффект нам идеально подойдет поэтому мы сейчас с вами намешаем серый цвет да дочь хорошо учиться куплю потому что там стыковка рейса очень так и что мы с вами хотим попробовать сегодня техники трафарета nail crust а поработать и для этого как раз берем вот эту пластину и вот сегодня я вам предлагаю с цветочками поработать давайте вот эти возьмем константин так приготовились смотрите как мы работаем как мы работаем кисточка втирающими движениями много не надо им посты использовать для этого втирающими движениями нанесли здесь от ловичи от лака торопиться не нужно можно работать медленно счистили и теперь не прокатывающими движениями а перпендикулярно нажали и сняли и вот здесь сбоку берете влажную салфетку мне правда салфетка не влажно уже высохла проходите вы так просто смотрите вытираете никакой жидкостью для снятия лака просто влажная салфетка и перпендикулярно не прокатывая отпечатали и теперь вот эти остатки что здесь им посты остались смотрите вот они здесь есть здесь вот тоже кое-где мы берем вот так и кладем в лампу чтобы доз полимеризовалась у нас понятно что штампик штампик быстрее выходит из строя если вы его используете для краски гелевой и здесь вы ничего не можете сделать это особенность материала представьте там что не возьми что лаки что же краски гелевой но там такой состав что он вот тут начинает этот силикончик портить и даже если мы не будем никакие антисептики использовать обезжиривать или до протирать этот штампик но это сразу он умрет он сразу можно его выкидывает от этого и даже вот если я просто влажной салфеткой где-то что-то протираю и вот так досушиваю смотрите вот просушила и теперь можно остатки сполимеризованной пасты вот таким образом досушить даже вот такой щадящий вариант когда мы просто сполимеризовали и сняли остатки рисунка все равно со временем штампик приходит в негодность вот видно например это работающий штампик я его постоянно то импаста то лак то импаста то лак и вот если с этим сравнить вот уже потихонечку я его прибила уже портится портится я вижу так вот со временем вот поэтому штампики их надо периодически менять они не вечные катя подскажите пожалуйста могу ли я выбрать фото коллекции из официальной группы обязательно я буду очень вам признательна и рада если вы будете использовать контент который мы выкладываем на официальной группе делайте скриншоты выкладывайте себе тоже это будет классно тем более фотосессия такая классная там такие девочки как-то так прям блин вообще так классно сняли в этот раз прям я очень рада так просушили и что здесь мы покрываем матовым топом и здесь дизайн делается сверху финиша константин зайчик я знаю что ты играешь в игрушки так сушим сушим и этот вариант мы сначала топ слайдер потому что хочу листик еще приклеить можно бабочку кстати давайте ли я делала там а здесь мы с вами папочку приклеим слайдер такие нежнятные бабочки есть просто кайкушные кайкушные мы возьмем с вами вот такую просто по центру и и сейчас приклеим еще раз напомню слайдер уже есть продажи много классных слайдеров сейчас еще выйдут слайдеры слайдеры кстати вышли не все вот мы сейчас только часть слайдеров запустили все шармиконы запустились сейчас вот запустили 4 шармикона а завтрашнего дня еще три варианта шармикона вот я сейчас буду много работать с дизайном потому что много всего вышло и мне весел все хочется попробовать водичка до штампик это расходный материал он не может быть вечный вот то что многие там пишут иногда типа капец говно вот я говорю слушайте ну это как с кисточками можно идти быстро ухандохать а можно научиться использовать ее аккуратно нежно что мастер когда начинающий он быстро портит кисточку когда уже опыт есть уже ты понимаешь как беречь этот штампик что можно делать что нельзя поначалу конечно может получиться так чтобы первый раз испортить его посмотрите как она по цвету сюда подошла классно все ультрабонт даша он тебя дашуль назвал боже как это мило константин ты великолепен так матовый топ матовый топ катя шармиконы новые это кайф красота ой девочки да они такие хорошенькие у меня их нету и так прям жду попробовать обязательно выйти в эфир и скомпоновать все чтобы у меня был первый слой стемпинг потом слой слайдеров потом шармикончики все это вместе прям хочется знаете вы знаете у меня перебор я не могу никогда остановиться да хочется всего добавить но у меня видите сейчас нет шармиконов я бы еще сюда день шармикончиков приляпала они там такие какие-то все тонкие романтичные в этот раз дизайнеры прям с технологами так все прикольно сделали такие они умницы так и так м-паста сейчас нам понадобится м-паста предлагаю сделать вообще цветочки сюда желтенькие или бирюзовые что-то хочется здесь я видите сделала цвет в цвет здесь давайте наверное возьмем желтый за основу и понятно что все разбираем если хотите что-то из импасты прикольно делать лучше все сбилила не мешать а это белый рафинад так кисточка что ли мне куда-то так и этот вариант готов здесь мы сделаем жемте клер объем а здесь мы сделаем рисунок м-пасты девочки не могу кисточку это получается очень стилизованный такой рисунок однотонный мы где-то делаем чуть желтее это чуть пастельный можно более желтый и менее желтый серединку сделаем какую-нибудь другую ой бокс да девчонки бокс уже есть в наличии поэтому уже заказывайте есть найми шоп уже есть у многих дистрибьюторов я сейчас как только приезжаю сразу бегу к юли и что мы на эту руку уже сделали аффирмации а на этой руке у меня конечно же будет пастель не одна такая рука с аффирмациями с желаниями с моими отправила заявку на стручен салонами мне не звонят и не пишут кристина напиши тогда в директ город свой личный телефон на какой тебе звонить и менеджеры просто передадут в отдел атрибуции либо напрямую может быть бютер у причине не звонят так вот здесь вот давайте тогда как начнем пусть пожелтее будет в центре а по бокам более светлые цветочки будут помним о том что это эмпаста это не объемный гель и мы просто с вами рисуем ведь чем хороша эмпаста она нам здесь дает контур такую легенькую тень да и выглядит ненавязчиво а если бы мы взяли лак здесь для техники nail crust это было бы очень грубо опять же здесь смотря какой дизайн вы придумали бывает когда кайф сделать ярко выраженный контур и заполнить да если мы хотим какой-то прям нежнятина так следим за толщиной потому что это краска это не 3d гель сейчас камера возможно будет производить впечатление что я делаю очень объемно на самом деле нет я просто как разукрашиваю и вот в такой последовательности использовать можно очень много техник вот вы сделали подфоновку да контур отпечатали и дальше это может быть литье фольга это может быть бархатный песок это могут быть глиттер и это может быть техники с пигментами с втирками это может быть классическая трафаретная акварель я ведь и сделала здесь один желтый а здесь другой давайте подсушим не все-таки а наверно еще побелее сделаю вариант кстати вот такие какашули могут быть видите какашулька такая сполимеризовалась и она как выскочила это говорит о том что скорее всего там было много м посты я положила ну ничего просто не обращайте внимания где сильно мелкий рисунок можно объединять элементы не сидеть не ковыряться там мучиться выводить видно да что я бутончик сделала просто объединила часть лепестков не все выводила это всего лишь помощник трафарет на который мы ориентируемся здесь получится такой знаете он не живописная а трафаретный рисунок очень стилизованный да уже скоро дети мои дорогие дети я уже заканчиваю так и здесь тоже такой вариант посветлее возьмем там его соблюзрили это притупик бмв-13 куда я еду вообще следим за толщиной импаста должна лежать и не тонко но и не толстая но бывает если сильно уж тонкая будет как не очень красиво будет все подсушили а все остальное можно в принципе беленькое сделать да возьмем просто беленький понятно что лисики должны типа быть зеленые но у нас просто декоративный стилизованный принт поэтому мы делаем цвета ненатуральные без теней без света вот а представьте этот же трафарет мы могли бы использовать для акварели можете рассказать о сотрудничестве с салонами давайте я сейчас закончу чуть-чуть и прям вот достоверную информацию не дам потому что во всех регионах у дистрибьюторов могут разниться условия по работе сейчас секундочку начну говорить потому что мелкие детали серединка когда болтаешь все равно рука трясется дашка чем смотрит какой-то и теперь сушим ровно две минуты через две минуты у импасты исчезнает липкость и она остается вот такая глянцевая единственное что конечно если клиент начинает трогать вот так руками да вот она может уже там оставляться господи остается жирный след от рук но в принципе вот она глянцевая видно и вот этот глянец он классно смотрится когда мы это делаем на матовом топе вот одна и та же техника по-разному смотрится так это у нас все а тут мы с вами объем вот такой добавляем у нас еще раз напомню джейм циклер наконец-таки есть продажи на и мешок точка ру заходите здесь я уверена в описании девочки оставят данные нажмите на кнопочку и просто перейдете вообще обычно когда эфир и выкладывают там через время описание добавляется со всеми ссылками на товар здесь очень удобно вот в этом плане вконтакте так здесь что можно сделать на объем сделать на два крыла у джейм циклер смотрите упаковка не изменилась упаковка тоже но формула новая конечно я пришел какую надпись добавила шарный кончик она была хотя бы из старых коллекций не взять ну уже ладно прикольные бабочки вот с идея видите из цветочков кому такое нравится так но здесь я такой плоский вариант делала здесь вот объемные я всегда вас учу никогда не останавливаться знаете на каких-то одних двух этапах я вас всегда учу делать в несколько слоев значит слой гель-лака это понятно а потом что потом можно сделать какой-то фон фон может быть с какого-то фонового слайдера либо сейчас вот стемпинг я стала очень часто использовать потом слой там слайдеров идет потом мы этот слайдер делаем объемным наносим там матовый топ чем-то присыпаем обязательно шарми кончик где-то добавляем и вот это вот послойность она создает казалось бы из простых нерисовальных инструментов как просто наклейки как просто стемпинг очень сложные сочиненные варианты дизайна вот поэтому не ленитесь там покройте матовый топ там сделайте объемчик каких-то элементов уже будет по-другому смотреться я смогла этого не делать да вот например здесь я могла бы просто залить всем финишем и все а я взяла объем и сделала бабочки здесь вот веточки вот это все создает интересные варианты дизайна за которые поверьте мне все равно есть категория клиентов которые ищут таких мастеров и когда говорят что дизайн это не модно я не согласна есть мастера которые не любят дизайн и соответственно они всегда будут говорить что это не модно давай сделаем просто однотонное покрытие там французский маникюр а есть мастера которые любят дизайн и заметьте вот тот кто любит дизайн и сам на себе делает постоянно дизайн они обрастаются временем такими клиентами которые делают только дизайн. Даже молодые девочки, молодежь, они любят дизайн делать, причем они сейчас просят не просто там на одних-двух пальчиках, они просят дизайн полностью на всех 10 пальцах. Вот, поэтому это все зависит от вас, от мастеров. Хотите стать мастером, который продает только дизайн, да, любой этап классической коррекции, укрепление гель-лаком, чтобы заканчивалось дизайном, вы должны сами ходить, хотя бы с одной рукой с дизайном. Если вы сами не транслируете дизайн, клиенты у вас покупать не будут. Понимаете, клиенты покупают то, что они видят. Понимаете, если они не видят на вашей руке дизайн, они покупать не будут. Даша, что за запах? Что спалило? Не знаю. Не знаю. По салонам красоты, девочки. Смотрите, у нас есть система партнерства. Эми салон. Да, по-моему, как-то так эта партнерская программа называется. Об этой партнерской программе можно узнать у дистрибьютора. Если вот как сейчас Кристина Царева написала, что не отвечает никто, значит, пишите сейчас в директ, что вас интересует сотрудничество. И вас тогда, если в данном регионе нет дистрибьюторов, переведут на головной офис. Вот. Если, например, дистрибьютор по какой-то причине не отвечает вам, мы, значит, прям напрямую передадим менеджеру, который работает в данном регионе. Возможно, какая-то коммуникация не работает. Может быть, этот менеджер уже не работает, а вы ему пишете. Там, ну, всякое может быть. Вот. Там в чем плюс вот этой партнерской программе. Там скидки хорошие для салонов красоты. Если у вас ИП, если вы будете брать на определенные объемы, эти объемы прописываются, там этот объем у всех по-разному считается. Там есть ежемесячная, либо ежеквартальная. Тоже эти все моменты нужно уточнять. Вот. Скидка просто очень хорошая. И это партнерство, оно выгодно по причине того, что, во-первых, можно запрашивать какие-то там вещи, как в электронном виде, какие-то картинки для вашего аккаунта в Инстаграм. И менеджеры под запрос, они могут запрашивать уже в нашем головном офисе. И мы передаем там какие-то вот варианты дизайна, удачные фотографии, которые были отсняты в том или ином сезоне. А Санкт-Петербург город. Кристина, смотри, в Санкт-Петербурге там два у нас. Один офис, это именно сам головной офис из Ростова открыл там. Прям... Ну как... Это наши люди так работают. А есть дистрибьютор тоже. У него больше акцент на школу идут. Возможно, ты пишешь в школу, и поэтому они не отвечают. Вот не знаю покупочей. А может быть, пишешь, я же говорю, какому-то сотруднику, который, например, уже уволился и не работает. Потому что менеджеры по продажам салона красоты, они очень часто меняются. Вот. Поэтому в Кристине... Кристин, там аж два представительства в Санкт-Петербурге. Поэтому напиши, обязательно передадим. Тем более это Ростов курирует этот город. И там весь материал всегда есть в наличии и попадает тоже очень быстро. Так. Вамишоп на сайте писал. Ой, нет. Вамишоп на сайте писала. Пиши сюда. Вконтакте. Здесь сидят менеджеры всегда, которые обрабатывают всю информацию и передают в разные отделы. Чтоб наверняка. Вот. Поэтому тоже. Ну, я так думаю, смотри, сейчас переписка-то сохранится, а девочка, которая пишет всегда описание, комментарии отвечает. Вот здесь, прям под эфиром, она уже тебе, скорее всего, напишет, ответит. Хочешь, прям здесь в комментариях, напиши свой сотовый. Хотела лучше написать, сейчас кто-нибудь начнет тебе звонить. Продолжение следует...